Всем привет! С вами Ами! И сегодня я хочу вам рассказать про такую замечательную коробочку, в которой находится дополнение для Ведьмака Каменные сердца. Приобрела дополнение я в магазине 1С Интерес и оно обошлось мне всего в 400 рублей, потому что я за все время накопила там ту его кучу бонусов. Само дополнение стоит 799 рублей, и на самом деле это не так дорого, как кажется на первый взгляд, потому что в коробочке находится игра Гвинт и две колоды для нее. Также здесь находится код на загрузку дополнения, но это уже на самом деле не так важно, потому что его можно и так в Стиме купить, или в Стори, или где-нибудь еще. Ну, сейчас попробуем ее открыть. Смотри-ка, я справилась даже и так. Весь мусор на пол. Ах, Геральт, прекрасный мужчина. В дополнение появится Шани, это рыжеволосая девушка, у которой с Геральтом в свое время были мутки. Мутки это хорошее слово или плохое? В книге и в первой части игры. Если я ничего не путаю. По-моему, в первой. Она мне безумно нравилась, потому что такая молодая девушка-ученая, у которой нет проблем с психикой, как у Йеннифер и всех остальных чародеек. Да, я их не люблю. Сорян. И так. Чума, 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 чума. Красота невероятная просто. Я прям не знаю, как открыть так, чтобы и вам показать, и мне, чтобы классно было. Внутри это лежит листочек. А-а-а! Всякая дополнительная информация и промокоды. И здесь у нас карты. Огромная кипа карт. На самом деле, в игре Гвинт мне с первого раза не понравился. Дело в том, что мне нравилась игра с кубиками, которая была до этого. Мне она действительно очень нравилась. И я даже хотела сделать себе доску, чтобы играть в этот, я не знаю, покер. Да, это был покер с кубиками. Тебе нужно было выбить какие-то большие комбинации. Там, не знаю, пять шестерок, чтобы выиграть. Мне очень это нравилось. И я очень разочаровалась, когда увидела Гвинт. Я подумала, что это некая пародия на игру Hearthstone от Blizzard. И на что намекала, кстати, название дополнения. Каменные сердца. Вот. Но со временем мне она понравилась. Да и выбора у меня не было. Квесты-то надо проходить. И да, поэтому, поэтому, поэтому. Блин, она офигительная. Наверное, покажу вам поближе. Миркау. В комплекте две колоды карт для игры в Гвинт. Всего 154 карты. А также жетоны для подсчета очков. Гвинт это игра для двух человек, которые направляют свои армии друг против друга. Игроки ходят по очереди, выкладывая на поле по одной карте. В конце каждого раунда подсчитывается общая сила всех карт отрядов, размещенных на поле каждого из игроков. В комплекте две колоды, а значит две фракции, армиями которых вы можете управлять. У каждой фракции свой стиль игры и уникальная пассивная способность. В компьютерной игре четыре фракции. Нильгаард, Королевство Севера, за которых я обычно играю, Скатаэли и Чудище. Здесь же представлены последние два. Те, кто играет за Скатаэли, решают, кто ходит первым. У Чудовища в конце раунда остается на столе одна случайно карта. Перед игрой каждый игрок должен подготовить свою колоду, в которую обязательно должны входить. Одна карта лидера, 22 карты отрядов минимум, 10 специальных карт, максимум и 2 жетона. В начале хода каждый игрок перемешивает свою колоду и вытягивает 10 карт. Оба игрока могут, но не обязаны, сбросить до двух карт и взять вместо них новые негляди. Эти 10 карт станут вашей игровой колодой на всю игру. Далее все просто. Игроки ходят по очереди, выкладывая по одной карте. Игрок может спасать, если нужно. Спасовавший игрок ждет до конца раунда, в то время как противник будет разыгрывать свои карты до тех пор, пока сам не решит спасовать. Игрок с наименьшим количеством очков проигрывает раунд и убирает один из жетонов, расположенных под картой лидера. Собственно, на этом все. Надеюсь, я найду с кем поиграть в эту игру. Спасибо огромное CD Projekt за такие офигительные игры. Я большая фанатка. И спасибо за такое оформление дополнения. Я не помню, чтобы какие-либо дополнения выходили так круто. Нет, не помню. Спасибо вам, мои зрители, за то, что посмотрели это мини-видео. Пока-пока. Это я типа обмахиваюсь. Пока-пока. Как вы думаете, кто первым делом пошел смотреть распаковку? Конечно же, Бруно. Бруно? Посмотри в камеру, скажи мяу. Нет? Ну тогда брысь отсюда. Ну что ты? Слышали этот писк? Слышали этот писк?